Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как справиться с матерью-манипулятором? Насколько негативно сказывается подобное влияние? И что с этим делать? Моя мама манипулятор практически с самого детства, выносила мозги моему отцу, ограничивала других людей, и вообще кроме нее никого больше не должно существовать. То же самое и со мной, в связи с непониманием этой проблемы в детстве, что это в принципе является проблемой, появилась очень сильная привязанность к матери. Естественно, все важные решения она старалась принимать вместо меня, и тем самым ограничивала во многих вещах. Необходимо было полностью отдалиться от людей вокруг меня, следить только за ней и обслуживать ее, например, научиться делать массаж банком, который мне не интересен только для нее. Ведь маме плохо, маме нужно помогать по ее словам. Моих друзей из интернета она называет неудачниками, а из друзей в городе, а только одна подруга, с которой редко видимся из-за сильной занятости. По итогу я уехал от нее, и сейчас стараюсь наладить свою жизнь, потому что травмы, травмы, которые она мне оставила, мешают мне и моим близким людям. Мой вопрос состоит в том, как поступить в подобных ситуациях, потому что я люблю свою маму, и всегда себя отдавал ей, но ее неуважение и непонимание, что у меня есть своя жизнь, сбиваются в толку. Есть ли смысл вообще налаживать контакт с таким человеком, или заниматься собой в будущем, когда все успокоится, попробовать наладить контакт? Заранее, спасибо. Ну что ж, давайте по порядку тогда. Как справиться с материмым манипулятором? Никак, справляться с ней в общем и целом не нужно. Насколько негативно сказывается подобное влияние? Ну, наказывает человека по-разному. Вы говорите, что на вас это влияние оказывает. Нужно смотреть, какого. Что с этим делать? Ну, работа с психологом, как правило, помогает. Дальше. Вы пишите, моя мама манипулятор практически с самого детства. Тут вот вы как бы понимаете, с одной стороны вы жалуетесь на нее, с другой стороны вы не видите всей картины. То есть не видите того, какой она человек. Вообще. Выносила мозги моему отцу. Возможно, но он позволял ей это делать. Ограничивала от других людей, непонятно кого. И вообще, кроме нее, никого больше не должно существовать. Ну, допустим, человек вот такой. То же самое и со мной. Что именно? В связи с непониманием этой проблемы в детстве. Вы пишите о том, что вы к ней привязались. Вы привязались к ней не потому, что вы не понимали, что это проблема. А вы привязались к ней просто потому, что дети привязываются к своим родителям. Другой вопрос, какого рода это привязывает. То есть, что она из себя представляет по факту. Вот что мне интересно. Естественно, все важные решения она старалась принимать вместо меня. И тем самым ограничивала во многих вещах. Прекрасно вас понимаю. Но важный момент заключается в том, как вы на это реагируете сейчас. То есть, сейчас, когда вы об этом говорите, например, что за чувства появляются. Так, необходимо было полностью отдалиться от других людей вокруг меня и следить только за меня и обслуживать ее. Ну, это... Я так понимаю, на чувство вины здесь строится. Да? Чувство вины. Каким образом оно появляется? Дальше. Ну, вот вы пишите, маме плохо, маме нужно помогать. Да? То есть, это вот чувство вины. Моих друзей из интернета называют неудачниками. Как вы на это реагируете? Из друзей в городе только одна подруга, с которой редко виденцы из-за сильной занятости. Из-за сильной занятости кого? По итогу я уехал от нее. Как вы к этому пришли и уехали вы ради чего? Все стараются наладить свою жизнь. Как именно вы это делаете? Потому что травмы, которые она мне оставила, мешают мне и близким людям. А что за травмы? Как вы понимаете, что это травма? То есть, что-то болит? Я полагал. Как поступить в подобные ситуации? Как поступить, чтобы что? Потому что я люблю свою маму. Расскажите подробнее, что вы вкладываете в любовь? Что вы вкладываете в любовь? И всегда себя отдавала ей. Ну, как бы в том, чтобы отдавать себя человеку другому. Нет ничего плохого. Тут важнее, чтобы вы отдавали только то, что хотите отдавать. И не отдавали то, что не хотите. Но ее неуважение и непонимание, что у меня есть своя жизнь, сбивает в толку. А как? Как вас это сбивает в толку? Каким образом? А есть ли смысл вообще налаживать контакт с таким человеком? Для чего? Заниматься собой и в будущем, когда все успокоится. Что именно успокоится? Что вы имеете в виду под все успокоится? Ваша мама успокоится? Или что? Попробовать налаживать контакт. Ну, понимаете, как бы, контакт, как бы, контакт, налаживать. Можно, когда между людьми есть общая что-то. Понимаете, да? Если общего нет, то сложно как-то, как-то вот, ну, представить, что вы наладите с мамой контакт. Вот. То есть, ну, вот, сложно представить. А что чувствуется? Чувствуется, что вы пытаетесь принять какое-то решение и не можете принять его самостоятельно. Вот. Я думаю, что это эмоциональная зависимость, вот, в которой вам в первую очередь нужно работать, это то, над чем вам нужно работать, в первую очередь, над зависимостью. Эмоциональную зависимость от мамы. Вот. И вы пишете про привязанность, вот, в основе привязанности лежит потребность. Что это за потребность? Что она из себя представляет? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам нажать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Продолжение следует...